Всем привет, мои хорошие! Начинаем с вами новый влог. Вчера получила просто на ютубе очень приятное, большое такое сообщение, то, что девушка пересмотрела все мои влоги прошлые, всё ей так понравилось, и то, что жалко, что я так давно не снимала, если честно, вот, ну, вы знаете, рука не тянулась, я пыталась и в инстаграме что-то снимать, чтобы отвлечься, потому что тема ремонта меня просто загнала в депрессию, мне казалось, что всё так долго затянуто, потому что мы после получения ключа ещё месяц тянули всё это, и у меня вот та вот депрессия была, потому что в этой квартире как бы делать нечего, это студия, когда ничего своего особо нету, то ничего неинтересно ни готовить, ни убираться, так гуляем что-то, выбираем, ездим, и то вот только-только началось всё самое интересное в ремонте, потому что вот 27 апреля мы получили ключи, 28 апреля, и вот сейчас мы шпаклюем стены. Не так всё быстро, потому что мы и отдыхать ездим, мы ездили в Сочи отдыхать, это был наш первый отпуск, мы никогда не видели море, я с Леркой никогда не летала на самолёте, всё это было так интересно, вот, хорошо отдохнули, мы ездили туда на неделю в Сочи парк, очень нам понравилось, но в море мы не купались, потому что мы боялись ротовируса, ну и Лерка, она как увидела эти волны, испугалась, она не заходила, вот, мы купались в бассейне, у нас был шведский стол, кушали хорошо, в рестораны ездили, в Сочи на такси ездили, там Морской порк, Красная поляна, Дендрарий, Океанариум, потом Олимпийский парк, короче, практически мы везде успели сходить, остались, конечно, остались пару мест, но не таких самых главных, вот, Игорь у меня сам ремонт не делает, он нанимает рабочих по отдельности, кто-то там сантехнику, кто-то электрику, под ключ мы не нанимали, потому что это дорого входит, так выходит всё-таки немножко побюджетнее, но тоже очень сильно бьёт по карману, вот, ну у нас прям всё продумало, всё красиво, Игорь так всё хорошо продумывает, я больше туда не лезу, вот, я думаю, у нас прям всё по красоте будет, без дизайнера, но вот всё, как мы хотели, вот, уже, по-моему, на днях мы будем за кухню платить, уже её начали изготавливать, я так поняла, заказ у нас уже приняли, вот, мы плитку купили мраморную, у нас будет вся ванная в мраморной плитке, вот, крупноформатные стены, фартук до потолка у нас будет, в коридоре будет плитка, вот, тоже скоро, на следующей неделе, по-моему, начнут плитку клеить, сейчас пока шпаклюют стены, Игорь у знакомого, у друга брал пылесос строительный, всё пропылесосил там после электрики, вчера он убирал лестницу, вот этот заборчик на балконе, потому что все убирают, смысла оставлять нет, ну, и сразу светло на балконе стало, так что, если рука у меня будет тянуться, я буду вам что-то показывать, потому что мы сейчас, наверное, по магазинам всё равно начнём ездить, там обои надо будет покупать, ламинат покупать, но Игорь всё это делает без меня, потому что он всегда загружает машину, и нам с Леркой уже некуда сесть, поэтому, вот, я говорю не факт, мы уже всё выбрали, Игору только ездить всё покупать, потому что мы уже, как бы, давно определились, что мы хотим ещё до ремонта, вот, и он уже всё сам делает, я, если приезжаю туда, мы с Леркой играем на площадке, вот, и я очень редко захожу в квартиру, ну, как бы, Лерка не хочет, потому что ей там скучно, как-то так, вот, таким вот прописям тоже занимаемся, всё это вот, вместе с пластилином забрали, вот, у нас Жукова, она мне тоже начала, вот, смотрите, с ней вроде сидишь нормально, потом уходишь, она начинает чудить, да, вот это вот, кто сделал, пока мама не видела, да, да, ну, не надо так делать, надо с мамой и дочью заниматься, сейчас вот испортишь всё, вот, вот, вот такие вот обычные детская, самая-самая детская, вот, но я не могу её научить ручку держать, я, наверное, то, что левша, я не могу понять, как её вправо держать, но вот не получается у меня, так что, наверное, скажу, пускай на развивашке её научат нормально держать, потому что, ну, мне никак не получается, у меня нервов не хватает, да, Игорь тоже не может понять, как, вроде ставишь ей, но ей кажется то, что, ну, неудобно ей держать, она прям до сюда трящёться, ничего не может делать, крепко держать не может, поэтому я прям не знаю, как её научить, надеюсь, у меня не одна такая проблема. Давай ты скажешь какой-то английский знаешь, какие-то слова по-английски знаешь, давай, это какой цвет? Вот. Молодец. Это какой цвет? Клинт. Молодец. Это какой цвет? Делал. Молодец. Это какой цвет? Байк. Молодец. Это какой цвет? Да. Лайк. А это какой цвет? Лайк. Вот. Фиолетовый. Ну, какой это цвет на английском? Папа. Нет, фиолетовый же у меня чехол. Это какой цвет? Это фиолетовый. Это фиолетовый, да, чехол у меня на телефоне. А это? Да. Пик. Да. А это какой цвет? Ой. Молодец. Дай пять. Вот еще моя покупка в квартиру. Я наконец-то купила себе большое зеркало. Только она, видите, она у нас здесь с ножкой идет. Она, по-моему, 8 тысяч стоила. Там разные размеры были. Вот. Такая вот здесь ножка. Здесь силиконовые штучки, чтобы оно не съезжало. Но оно у нас, наверное, в коридоре будет висеть. И ножка уже не понадобится. Потому что у нас ручки, электрика, там, сантехника. Все будет черное. Это как отсвечивает. И поэтому я взяла черный. Вот. Недавно на балконе убралась. Ну, конечно, нам вообще повезло здесь с балконом. Хотя бы есть куда наш хлам убирать. Тут Леркины книжки. Коробки пустые. Это кисточки, которыми я на Озон, кстати, я на Озон вышла. Вот. Тоже решила продавать. Ну, я так чисто ради интереса решила. Вот. У Игоря свой магазин, у меня свой ламп. Лампу я себе вот такую вот покупала для обзоров. Ну, пока обзоры тоже перестала снимать. Что-то я прям устала, выдохлась. Не стала. Коврик вот мне тоже на обзор присылали. Не знаю, либо новую квартиру заберу, либо моей сестренке сыну подарю. Потому что он только-только начал ходить. Думаю, им тоже будет полезно. Вот. Тут вот эту игру, кстати, может быть, кому-то интересно. Толерка у меня наигралась. Я тоже на Авито ее за 400 рублей выставила. Здесь у нас шуруповерт на батарейках, отвертка, ключ. Такие вот всякие болтики, не болтики. Дверята. Вот. Если интересно, тоже ссылочку дам. Моя собрала. Да. Игорь у меня купил коврик. Это колесо, как оно называется. Пресс качает. Комент ждет в своей квартире новой. Тут сегодня зимние вещи убрала. А то не что-то у меня в мае, или когда там холодно было у нас, я заставала их. Сейчас опять убрала, чтобы не мешались. Чемодан вот мы покупали в отпуск. Такой вот золотой. Вот, и на улице у нас просто жареет. Видите, никого целый день на улице нету. Кто-то в сазике, а кто-то дома сидит, потому что выходят все после 9 вечера нормально только. В Сочи мы ездили, потому что у нас нет еще загранников, нет возможности сделать. Мы хотели перенести на следующий год, но, блин, мы и так уже два раза переносили в отпуск наш. Поэтому муж просто поехал и купил путевки. В Сочи, конечно, мы как будто в Дубай съездили, как будто на Мальдивы съездили, кучу-кучу денег потратили, хотя ничего такого колоссального. Вот. Ну и Сочи до Сочи просто. Даже жильцы, которые там живут, у них восхищений почему-то больше, чем у нас. Мне понравилось то, что там вот эти вот цветы везде, цветут красивые деревья, да? Пальмы везде. Да особо я не знаю. Я прям... Мы вау, в восторге прям не остались. Хотя я знаю, кто почти каждый год туда летает. Мы не понимаем, что там каждый год делать. Там не так дешево и не так красиво, чтобы там постоянно лежать. Ну и камни на пляже. Там мы говорили, в Абхазии, наверное, только нормальный пляж. Ещё где-то там... Ну, где мы были, там везде камни. Да, морской порт красивый, но это всё на один раз съездить, как бы. Вот. Так что я... Мы один раз съездили, второй раз уж, наверное, не поедем. А если поедем, то мы будем чисто вот в этом отеле, в котором мы были, парк Сочи, Сочи парк-отель, только там не выходя, просто лежать на бассейне кушать, в кафешках там на этой территории кушать. И всё. Потому что мы не отдохнули, мы только очень сильно устали. Хотя у нас была только одна локация в день, да? Но мы уже никакие приезжали, не отдохнувшие. Поэтому как бы всё самое основное посмотрели. Если вдруг поедем, то будем уже только на территории отеля отдыхать. Конечно же, это связано с тем, что мы отдыхали с ребёнком, потому что так активно с ребёнком не отдохнёшь, как хотелось. Нет, это потом открою. Я не буду больше открывать. Вот. Если бы мы были, может быть, без ребёнка, было бы более активно, но всё равно. Мы не такие, чтобы там с тарзанки прыгать, ещё что-то делать, поэтому мы бы отдыхали в точности так же, как и с ребёнком. Давай что-нибудь другое. Вот пазлы сейчас тебе достану. Игорь у меня, конечно же, купил магнитик. Блин, не знаю, зачем он нужен, потому что потом у нас будет встроенный холодильник, его некуда будет крепить. Вот. Роза Хотор там фотограф был, фотографировал. Это на самой вершине мы были, но мы, видите, попали прям, когда были облака. Так, поэтому горы не видно. Там с другой стороны мы фотографировались, были горы, а здесь прям были облака, и ты прям среди них ходишь, необычно. Но всё-таки у нас другие представления были, как будто более интересно, что ли, хотелось. Ну, не так всё это. Вот. Подъём на самый верх у нас на двоих вышло 4 тысячи. Поэтому сейчас как-то так проходят наши дни, однообразно. Там, например, днём мы с утра погуляем, сходим, вот как сегодня, потом в магазин сходим, кушать приготовим, потом часа 4-5 спать ложимся, потом просыпаемся, что-нибудь делаем опять. И вот после 9 идём либо на площадку, либо в какой-нибудь парк едем гулять. Всё. Вот так проходят дни. Целый день в основном мы играем на квартире, он там что-то делает, либо куда-то ездит, покупает, заказывает. Ну, он всё равно находит себе дело, что-то-то поделать в квартире, либо к родителям едет помогать. Вот. Мы тоже изредка ездим. Маму, мы, кстати, сегодня на Павловку уехали с ночёвкой, по-моему, на две ночи дикарями. Прям попали в самый пик жары. Так что, я думаю, хорошо будут купаться. Конечно, главное, чтобы им место какое-нибудь попало с деревьями всё-таки. Там сейчас дикарями мест практически у нас не осталось. Всё там домами застроилось. Мы на Павловку в детстве очень часто с папой ездили, потому что у нас была большая газель, и мы прямо в этой газели ставили большую кровать старую, там спали, газовый баллон брали, плиту брали. Танюшка у меня маленькая была, ещё коляску брали, заставили. Короче, у нас был целый дом. Помню, какой-нибудь ливень сильный начнётся, и мы вот в этот под тентом прячемся. Она не такая вот была, как там для перевозки людей, да, а вот именно грузовая была с тентом, и мы вот как в домике там прятались. Вот. Было здорово, я уже давно на Павловке не была. Наверное, в пятнадцатом году мы с Игорем ездили последний раз туда. Вот, как раз перед отъездом Игорь нас отвозил с Танюшкой на кладбище, сам ездил, машину помыть на мойку. Она завёз с Танейкой на кладбище. Мы у папы, у бабушки, у бабушек, у дедушек убрались, у папы. Там, конечно, так всё зарастает быстро. Не то, что могилы зарастают, а сами тропинки. Очень тяжело полоть, там прям косить надо. Поэтому маму у меня потом поедут, у них есть специальные бензиновые, вот они там будут стричь траву уже, потому что зарастает сейчас очень быстро. А ещё, кстати, спасибо большое сериалу. Я когда ходила на маникюр, увидела сериал «Постучись в мою дверь». Я же вообще не любитель особенно турецких сериалов. Вот. А тут мне просто понравился актёр, актриса, и я всё... Я 1 июня начала смотреть, и сейчас вот второй сезон у меня как раз они поженились, когда у них дочка. И вот этот сериал, наверное, меня только спасает. Я очень буду благодарна, если вы мне посоветовете что-то подобное, чтобы я продолжила смотреть, чтобы меня так же затянуло, потому что я, наверное, уже пару дней не досмотрю его, и что-то надо опять смотреть. Вот. А он меня спасает. Кушать готовлю, что-то делаю, гуляю, всегда вот смотрю. Мне прям очень понравилось, и время как-то быстрее проходит. Вот. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Может быть, новеньких много, потому что 3000 человек на меня почти подписалось с Рилсов. Вот. Может быть, у них какие-то вопросы есть. Может быть, по ремонту у вас какие-то вопросы есть. Что мы выбрали, сколько у нас там вышло, что мы решили. Короче, найдутся вопросы, потому что у нас тоже было много вопросов. Не знали, как правильно, что делать. Вот. Так что, пишите, может быть. Я очень надеюсь, что следующий влог будет. Может быть, надеюсь, если желание будет, то отвечу, конечно же, на вопрос. Я говорю, здесь не убираться, не хочется как-то снимать, там что-то бегать. Места мало, поэтому, ну, если у вас есть идеи что-то снять вам, то, конечно же, сниму, попробую. Просто, ну, здесь всё темно, некрасиво, я вам говорила, очень тяжело настраивать картинку, свет. Поэтому, вот, мне уже хочется переехать и там всё вам показывать. Там будет всё белое, светлое, как в нашем доме было. так что пишите хоть что в комментариях, что вам интересно, я всё почитаю и учту. Так что, спасибо, что посмотрели этот влог. Надеюсь, я ещё вернусь. Игорь Негода. Игорь Негода.